Приветствую всех на канале Есть Поесть. Даже если вы никогда не пекли кулич, по этому рецепту у вас все получится. Здесь не надо ничего замешивать руками. Размешал, поставил и забыл. Тесто можно делать на ночь или наоборот с утра перед уходом на работу. Я его обычно держу в холодильнике до 12 часов. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под видео. Раскрошу свежие дрожжи в миску. Добавлю 1 столовую ложку с горкой сахара и 3-4 столовые ложки муки от общего количества. Вливаю теплое молоко и хорошенько размешиваю. Далее накрою и уберу в теплое место минут на 20. Тем временем беру одно крупное яйцо, добавляю оставшийся сахар, соль, ванильный сахар и тертую цедру лимона, коньяк или любой ликер и растопленное остывшее сливочное масло. Вместо одного крупного яйца можно взять два помельче. Полученную массу вливаю в подошедшую опару и хорошенько размешаю. В несколько этапов добавляю муку и размешиваю. Друзья, на моем канале вы найдете и другие рецепты не менее простых и вкусных куличей. Они совершенно не затратны ни по времени, ни финансово. Итак, когда вся мука будет добавлена, повымешиваю тесто прямо ложкой в течение примерно 1 минуты. При необходимости регулируйте количество муки. Смотрите, тесто должно получиться примерно такой консистенции. Далее накрою миску, уберу в холодильник и отправляюсь на работу. Ну вот так у меня выглядит тесто, простоявшее в холодильнике около 10 часов. Добавляю сюда промытый, просушенный и обваленный в муке изюм. Хорошенько вмешаю его в тесто. Отмечу, что само тесто в данный момент очень плотное, поэтому если хотите, можете вмешивать руками. Далее делю тесто на три части, смачиваю руки в растительном масле и подкатываю. Все изюминки стараюсь убрать сверху, чтобы они не сгорели. Выкладываю тесто в формочки. У меня получается три формы диаметром 11 сантиметров и высотой 8. То есть тесто занимает меньше половины объема формы. Накрою пленкой и отправлю в теплое место на час-полтора. Я обычно помещаю в духовку со включенной лампочкой. Посмотрите, как поднялись куличики. Теперь разогрею духовку до 180 градусов и отправлю выпекаться. Минут на 40. А вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя на готовность деревянной палочкой. Даю полностью остыть. Покрывать куличи можно любой глазурью. Я обычно использую желатиновую. Ссылку на рецепт я оставлю под видео. Ну и сверху украшаем по желанию. Этот рецепт меня часто выручает. Я не представляю Пасху без домашних куличей. А времени, как правило, не хватает. Посмотрите, какая у него структура. Он очень мягкий, воздушный, пористый и такой волокнистый. Отмечу, что при этом количестве сахара кулич получается не очень сладким. Поэтому, если вы любите послаще, добавьте сахара побольше. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok